В День пионерии в Новосибирске приняли в ряды этой организации еще 150 школьников. Красные галстуки им повязали руководители областного обкома партии КПРФ. Задачи пионерского движения остались неизменными. Со времен Советского Союза существует и Тимуровское движение, и акции по сбору макулатуры, и в летние лагеря детей отправляют. Сергей Толмачев об истории и современности. Горячо любить! И беречь свою родину! Каждому из них совсем недавно исполнилось по 9 лет, и уже как минимум год стажа в октябрятах. Вот сегодня новая ступень в жизни. Ну, у меня бабушка была пионерка, дедушка был пионером. Ну, вообще вся семья была пионерами. Я тоже решила стать пионером. В Новосибирской области сейчас больше 3000 пионеров, которые живут почти по тем же правилам, что и их родители в Советском Союзе. Только вместо записок пишут друг другу сообщения. А вожатые все так же придумывают добрые тимуровские акции. Мы участвуем в акции «Добрый урожай», когда приносим все лишние остатки, которые собраны с огородов, в зоопарк наш Новосибирский для животных. Мы участвуем в акции, это наши ежегодные акции, когда помогаем животным из нашего приюта. Мы помогаем людям пожилого возраста. Мы собираем подарки к Новому году, к 8 марта, и отправляем. И, конечно, изучают историю движения. Так в советское время абсолютно каждый школьник знал имена Вали Котика или Марата Казея. Сегодняшние четвероклассники тоже помнят пионеров-героев. Вот короткий пересказ подвига Зинаиды Портной. Ну, она была на кухне, и она сделала, ну, отравила суп, и, ну, ее попросили фашисты, чтобы она сама съела. Она, ну, съела, но у нее была такая, такая здоровая то, что она пришла к бабушке, и она ее отпоила травами. Красный галстук носили больше половины сегодняшних россиян. Многие с удовольствием вспоминают пионерскую юность. И песни у костра, и страшные истории в темноте, и зубную пасту, которые разрисовывали друг друга по ночам. Это движение выросло из скаутов. Когда еще шла гражданская война, руководители молодого советского государства задумывались о воспитании юного поколения. Первым руководителем пионерской организации в 1922 году был человек, самый, пожалуй, известный в то время фамилией на планете – Чаплин. А поскольку был жив Владимир Ильич Ленин, организация носила имя «Спартака». С тех пор менялось название, менялись девизы, менялись клятвы, неизменным оставался только красный галстук. Сегодня на сцене 150 новых членов этой организации. Посвящение от руководителей областного отделения КПРФ. В клятве больше нет слов о борьбе за дело освобождения рабочих и крестьян. А вот обещание горячо любить и защищать свою родину есть. Всегда готовы! Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости ОТС.